В марте, когда снимался этот сюжет, окончание дорожных работ казалось было столь близко, что можно было следом снимать сюжет об открытии дороги. Но уже на следующий день вырос забор, перегородивший проезжую часть ровно в том месте, где она заходит на территорию ЗАО совхоза имени Ленина. Руководство ЗАО решило, что дорога жителям без надобности. Вышло постановление Министерства транспорта Московской области об изъятии земельных участков для нужд Московской области. Вышло постановление главы Ленинского городского округа о наложении публичной сервитуте. Мы пошли в рамках правого поля, все официально сделали как положено. Подрядная организация с утра понедельника на участке со стороны Каширского шоссе уложила верхний слой асфальта. Эти работы можно было бы завершить еще полтора месяца назад, и жители пользовались бы дополнительным выездом, значительно экономя время. Но руководство ЗАО совхоз имени Ленина своими действиями остановило открытие дороги. Желание тех, кто хотел перегородить эту дорогу, было столь велико, что они не пожалели ни сил, ни материалов. Я бы при желании перемахнуть через этот забор могла, а вот машину проехать, к сожалению, не могут. Но сегодня забор будет демонтирован, асфальт положен до конца, и уже на днях здесь движение будет восстановлено. Действительно, в этот же день на участке появилась техника, и работы по устранению препятствия начались. Через полтора часа столь старательно возведенный забор был демонтирован, а сразу после началась укладка нового асфальта. Две часа осталось, нам завершили в дорогу. Когда люди смогут поехать по дороге? Завтра с утра все могут поехать, вятки, в детский садик, и материал могут спокойно проехать. Уезжая в понедельник вечером, мы планировали обязательно вернуться утром следующего дня, чтобы убедиться, что данное обещание будет исполнено. Девять часов утра. Как и было обещано, дорога заасфальтирована, и по ней можно ехать. Машин пока мало, но слухи распространятся быстро, и скоро эта дорога станет оживленной, ведь дополнительный выезд из развилки очень нужен местным жителям. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.